Эти актрисы начали карьеру в советском кинематографе. У каждой есть звездные роли, к кому-то они пришли в самом начале, к некоторым только сейчас. Все они активно работают в современном российском кино и любимы зрителями. Друзья, наш традиционный рейтинг. Сегодня выбираем самых популярных из десяти самых востребованных в профессии. Голосуйте за любимую исполнительницы в опросе. Ирина Розанова, 60 лет. Фильмография Ирины Розановой пополняется завидными темпами. Ежегодно выходят не менее трех проектов с ее участием. Из недавних, Жили-были, Мамы чемпионов, Крепость Бодобер, Мини Макс, Самка Богомола. Елена Яковлева, 60 лет. Елена Яковлева не устает удивлять зрителей. Не так давно она появилась в образе Вангелии, который потребовал сложного пластического грима. И вот уже новый эксперимент актрисы. Баба Яга в фэнтези «Последний богатырь» с продолжением. Среди проектов, полюбившихся зрителям, Склифосовский, любопытная Варвара, научи меня жить. Татьяна Догилева, 64 года. В фильмографии последних лет у Татьяны Догилевой немного главных ролей, зато немало запоминающихся второстепенных персонажей и эпизодов. К примеру, в фильмах о чем говорят мужчины. Продолжение, Склифосовский, доктор Лиза, вампиры средней полосы, обычная женщина. Сейчас Догилева одновременно снимается в пяти картинах, включая сериал «Аннак», заказанной платформой Netflix. Галина Петрова, 65 лет. Широкую известность актрисе принес именно российский кинематограф. Галине Петровой частенько предлагают астрохарактерных героинь, но это не единственное ее амплуа. Между нами девочками «Линия Марты», «Красная королева», «Моя любимая свекровь», «Следствие любви», «Актрисе подвластны разные образы и жанры». Татьяна Орлова, 65 лет. Популярность Татьяны Орловой тоже совпала с российским периодом нашего кино. Секретарша в папиных дочках раскрыла ее незаурядный комедийный талант. Но исполнительница не менее органично в образе начальника убойного отдела, товарищи полицейские, бывшего следователя «Узнай меня, если сможешь», или уставшая от семейных проблем Зины, «Старушки в бегах». Елена Сафонова, 65 лет. Елена Сафонова, напарница Орловой по сериалу «Старушки в бегах», также востребована в различных киноформатах и жанрах. С чего начинается «Родина», «Дневник свекрови», «Женщина с лилиями», «Куба» – лишь малая часть проектов последних лет, где можно увидеть актрису. Евгения Симонова, 66 лет. Евгения Симонова не может пожаловаться на отсутствие главных ролей в театре и кино. Среди интересных кинопроектов последнего времени «Медиум», «Анатомия убийства», «Тайны госпожи Кирсановой», «Осиное гнездо». Лариса Удовиченко, 66 лет. В недавнем интервью Лариса Удовиченко посетовала, что в последние годы ей не хватает ярких героинь. Однако зрители не забывают актрису, ведь ее можно увидеть в сериалах «Мозгаз», «Доктор Рихтер», «Спаская», в главных ролях мелодрам «Где живет Надежда», «Осиное гнездо», «Катерина», «Анна Каменкова», 68 лет. Анна Каменкова – не только актриса театра и кино, но и признанный мастер дубляжа. Современных киноролей у нее немало, среди них заметные персонажи в фильмах и сериалах «Три сестры», «Ван Гоги», «Одна жизнь на двоих», «Тест на беременность», «Медиатор». Елена Коренева – 68 лет. За последние годы Елена Коренева уже дважды получила кинопремию «Ника», за драмой ее звали Муму и Ван Гоги. В 2020-2021 годах вышло семь картин с ее участием, включая «Аванпост», «Мертвая душа» и «Доктор Лиза». Итак, опрос. Друзья, работы этих талантливых актрис всегда можно найти в программе наших киноканалов. На этой неделе не пропустите детективный сериал «Научи меня жить» с участием Елены Яковлевой на русском бестселлере. А на киноканале «Комедия» вас ждет семейный фильм «Мини Макс» с Ириной Розановой. Вот ссылки на программу, приятного просмотра. И, читайте и другие статьи о кино и актрисах, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Актрисы.